Доброго времени суток, дорогие друзья и читатели! Сегодня мы будем исследовать тему из публикации за апрель месяц 2020 года. Тема называется «Нападение севера». Она изучается на неделе с 1 по 7 июня. Основывается на стихе из Иаиля 1.6. «На мою землю пришел сильный и бесчисленный народ». Эта статья покажет подробности к видео 4.29 о новых потемках понимания саранчи из Иаиля 2 главы и напомнит о том, почему прежнее понимание было вверх ногами, как о нем выразился Дэвид Сплейн в речи ежегодного собрания Общества Сторожевой Башни в 2019 году. Разбор будет отличаться от статьи. Тема непростая, скорее даже сложная. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и тексты, как обычно, будут приводиться из Синодальной Библии. Много лет в обществе Сторожевой Башни учили, что саранча из Иаиля 2.7 по 9 и Откровение 9.1 по 11 – это одно и то же. И что насекомые, опустошающие все на своем пути, это те, кого нельзя остановить. Перед ними закрывают дверь, а они лезут в окна. И это символизирует хороших свидетелей Иеговы, проповедующих весь Бога. По какой-то причине в руководящем совете раньше не обращали внимания на контекст книги Иаиля. А теперь, наконец-то, обратили и поняли, что саранча из Иаиля – это плохие люди, а саранча из Иаиля – это хорошие свидетели Иеговы. В этом разборе покажем, что, к сожалению, и в этот раз братья из руководящего совета на контекст обратили внимание не до конца. Если вникнуть в контекст до конца, то можно увидеть, что Иаиля и Иаиль и Откровение показывают два войска саранчи – переднее и заднее полчища. Это можно увидеть, внимательно прочитав Иаиль 2.20 и Откровение 9.1. Сначала пройдет или переднее полчища с лицами человеческими, об этом сообщает Откровение 9.7. Оно принесет первое опустошение на земле или первое горе. А затем пойдет второе войско со звериными лицами, об этом сообщает Откровение 9.12 по 21 тексты и принесет второе горе на земле. В результате погибнет третья часть жителей земли. А ветра от Ефрата из Откровения 9.14 – это подсказка на север, откуда на народ Иеговы и на остальные земли древности пришел губительный царь Северный или Вавилон. Это можно увидеть, прочитав Иеремия 1.13 по 19 текст. Значит, и в конце этого века народу Иеговы и другим землям также следует ожидать нашествия двух губительных полчищ, как говорил Иоиль во 2 главе 20 стихе, и как говорит Откровение 9 глава. Подробно о значении двух полчищ Иоиля, повторенных в Откровении 9 главы, с небольшими отличиями, мы говорили в видео 1.31. А здесь мы покажем, что нам показалось странным в связи с новым пониманием саранчи из Иоиля в обществе Сторожевой башни. Под заголовок «Четыре причины для нового понимания пророчества». Рассмотрим первые две причины. Почему положительный смысл саранчи из Иоиля руководящий совет заменяет на отрицательный? Контекст Иоиля говорит о том, что, во-первых, пришедший с севера будет удален Богом. И во-вторых, саранча вредила народу Бога, но он возместит ущерб. Так как явление всемирной проповеди свидетелей Иоговы не может быть негативным, значит, саранча и Иоиля не подходят к служителям Иоговы. Так считает руководящий совет. Покажем, что здесь не совмещено с Откровением. Саранча – это войско падшей звезды. Так как звезды – это хранители собраний свидетелей Иоговы или его пастыри-правители, об этом нам сообщает Откровение 1.20, то падшая звезда – это падшие правители и свидетели Иоговы, в чем-то испорченные. Это показ от Откровения 9.1, а по 2 Фессалоникийсам 2 со 2 по 4 – это беззаконник. А саранча – это помощники падшей звезды или старейшины поместных собраний. Чтобы угодить своей звезде, они портят народ Иеговы требованиями считать слово «звезды» словом Иеговы. Тем самым, вовлекая свидетелей Иоговы, выдало поклонство. Каким образом это происходит, мы подробно говорили в видео 1.11. Переходим к третьей причине. Третья причина изменений в понимании общества – это очередное событие. По Иоилю сначала саранча должна справиться с заданием – пожрать все, опустошить земли народа Иеговы. А потом Бог и зальет Святой Дух на свой народ. Об этом сообщает Иоилю в 2, 20, 28 и 29 тексты. Если саранча – это свидетели Иеговы, то тогда выходит, что Святой Дух должен был быть излит на них после того, как они справятся с заданием. Или опустошат все в проповеди, или потрясут тех, кто находится во власти лжерелигии. Но по факту было наоборот. Свидетели Иеговы уже проповедуют сто лет, что было бы невозможно без помощи Святого Духа. Значит, на них сначала был излит Святой Дух, а вот потом после они пошли выполнять задание. Или опустошать лжерелигию проповедью. Значит, Иоилю говорит не о свидетелях Иеговы. Эту причину покажем для наглядности в схеме. О ней Дэвид Сплейн выразился как о том, что события Иоиля и понимание общества саранчи откровения стоят вверх ногами. То есть, происходят наоборот. Давайте обратим внимание на схеме, как происходят события по Иоилю. Первый шаг. Вторая глава с первого по одиннадцатый и двадцатый тексты. Сначала саранча сделала свое дело. И второй шаг по Иоилю. Вторая глава двадцать восьмой и двадцать девятый тексты. Потом излился Святой Дух. А по факту деятельности саранчи общества Сторожевой Башни выходит наоборот. Откровение девятого глава. Тексты с первого по одиннадцатый. Итак, смотрим на схеме. Первый шаг. Сначала излился Святой Дух с 1914 года. И второй шаг. Потом помазанники Саранча стали делать свое дело. С 1919 года и по сей день. Теперь переходим к причине номер четыре. Это найденные отличия. Раньше руководящий совет признавал, что пророчества о Саранче и Иоиле и из Откровения девять с первого по одиннадцатый тождественны. Помазанные свидетели Иеговы свинцами на головах причиняют мучения всем, у кого на лбу нет печати Бога, то есть злому мира, по их мнению. Именно поэтому, разъясняя значение Саранчи по Откровению, считая, что это свидетели Иеговы в хорошем смысле, они строили аналогию по Иоиле. А теперь руководящий совет нашел существенное отличие между этими пророчествами и поэтому уже не видит сходства в Саранче из Иоиля и Откровения. Прежде чем мы назовем обнаруженный руководящим советом отличие, вспомните это. Печати на лбу ставятся только у ста сорока четырех тысяч. Об этом сообщают тексты Откровения 7, 3, 4. Значит, Саранчай из Откровения 9 с первого по девятый, кем общество считает помазанников, мучает всех, кроме ста сорока четырех тысяч. И свидетели Иеговы с земной надеждой в том числе, так как они не относятся к ста сорока четырех тысячам, на них ведь нет печати. Почему руководящий совет этого не видит, непонятно. Теперь покажем отличия и по ходу докажем, что найденные руководящим советом отличия не только несущественны, но и отличиями не являются. Итак, смотрите. Первое отличие. У Аиля Саранча приходит с севера, а в Откровении она выходит из бездны. Что здесь не так? Бездна – это место обитания дьявола и его помощников. Это мы точно знаем из источников Луки 8, 31, Откровения 13, 1 по 3 и 20, 20. А приход дьявола отождествляется с севером. Об этом сообщают тексты Изекииль 32, 2, 8, 15 и Откровения 27. То есть, бездна – это тоже север, только духовный. Второе отличие. Саранча и Аиля уничтожают растения. А в Откровении она не вредит растениям. Что здесь не так? Так как саранча и Аиля – это символ войск Вавилона и общество это признает. Опустошение виноградной лозы и еговы из Иаиля 1, 4, 6, 7 не может означать буквальные растения. Виноградная лоза в текстах, которые приводит общество, ссылаясь на Аиль 1, 4, 6, 7, это символ народа и еговы. Исаия это отразил, 5 глава, 1, 7 текст. То есть, саранча и Аиля и Откровения одинаково вредит людям, а не растениям. Третье отличие. У Иаиля саранчу прогоняют. А в Откровении она до конца выполняет то, что ей сказано. А что здесь не так? Как саранча и Аиля, так и саранча Откровения выполняют свою миссию до конца. Мучают и опустошают. То, что им должно мучить и опустошать, пока не исполнят это до конца. В итоге, все вредители народа и еговы, пришедшие с севера под предводительством дьявола, будут изгнаны из мира Бога, а не только саранча и Аиля. Четвертое отличие по мнению общества. Саранча из Аиля это символ царя Северного, или Вавилона, захватившего Иерусалим. А в Откровении это помазанники общества. Что здесь вызывает вопросы? Мы покажем на их же аналогиях, а выводы вы делаете сами. Смотрим. Если проводить аналогии по алгоритму, предложенному обществу, то выходит, что как в древности войско севера захватило Иерусалим, так и сегодня войско из бездны дьявола, или севера, тоже захватит Иерусалим, только в духовном смысле. А падшей звезде сказано, что она захватит духовный храм Иеговы, усядется на место Иеговы и опустошит храм Иеговы от верных служителей, превратив их в своих поклонников или выдало поклонников. Мы подробнее об этом говорили в видео 1.11. Подзаголовок, что означает пророчество. Здесь о том, что сорончают из Иоиля, это символ войска Вавилона, народа севера, посланного Иеговой для вразумления наказанием своего испорченного виноградника, или свидетель Иеговой древности, ушедших выдало поклонство. Так же и сегодня. Последний царь Северный в лице Российской Федерации общество Сторожовой Башни также считает, это тоже войско Северное, посланное для вразумления свидетелей Иеговой современности. Просто в обществе не учитывают наличие двух войск и у Ииля, и в Откровении. И в этом их проблема. Смотрим. Опустошение в народе Иеговы проводилось как в древности, так и сегодня, в два этапа, или двумя войсками. Первое. Это войско духовной падшей звезды, или помощники пастырей храма Иеговы, испорченные стараниями дьявола, духа Севера. Они портили и весь народ Бога. И, как следствие идолопоклонства у свидетелей Иеговы, появлялось и второе войско, язычники царей Севера, звериными лицами, для вразумления через наказание. Это второе горе. То же самое происходит и сегодня. Об этом тоже подробно мы рассказывали в видео 1.31. Подзаголовок «Восстановление». Здесь о том, что после нашествия саранчи из Иоиля, или опустошительного войска Севера, Бог, как и обещал, излил Святой Дух на свой народ, помог ему духовно восстановиться, обеспечив духовное изобилие. Это сообщает текст Иоиля 2.28.29. Это произошло в пятидесятницу 33 года н.э., так как смысл исполнения этого пророчества разъяснил апостол Петр, назвав в то время последними днями ветхозаветной системы вещей или временем перед разрушением Иерусалима в семидесятом году н.э. Об этом информируют тексты из Иоиля 2.28 и Деяния 2.16.17. После излития на христиан первого века Святого Духа они стали активно проповедовать, и их служение постепенно охватило весь известный на то время мир. Благая, весть примерно к шестидесятому году н.э. была проповедана среди всего творения под небом. В наше время, благодаря Святому Духу, проповедь также достигла мирового размаха. Почему общество выделяет 1983 год как год, когда стало креститься больше, чем 144 тысячи? Это более, чем нужно Иегове небесных соправителей. Этим руководящий совет зачем-то все равно пытается провести аналогию с Иоилем, несмотря на то, что они уже отвергли сходство саранчи из Иоиля и Откровения. Дескать, саранча пошла действовать с 1919 года, а когда она справилась, в основном со своим делом, в 1983 году виден невероятный всплеск действия Святого Духа, что и Дэвид Сплейн отмечал в речи о новом свете на саранчу. Зачем им это надо? Мы пока не поняли. Может, в дальнейшем они что-то прояснят. А пока смотрим, это диво на схеме. Как происходят события по Иоилю? Вторая глава с 1 по 11 и 20 текст показывает. Первый шаг. Сначала саранча сделала свое дело. Иль 2, 28-29 говорит о втором шаге. Потом излился Святой Дух. Но в обществе зачем-то хотят привязать деятельность саранчи из Откровения 9 с 1 по 11 к саранче из Яиля, хотя аналоги между ними больше не видят. У них это выглядит так. Саранча или помазанники с 1919 года сделала свою работу. Результатом стало больше крещённых свидетелей Иеговы. Всего 6 тысяч. Второй шаг. С 1983 года наблюдается мощное свидетельство излития Святого Духа. И результатом стало крещённых больше, чем 144 тысячи. Подзаголовок «Что изменилось?» Изменилось понимание пророчества Иоиля о саранче. В Иоиле 2 с 7 по 9 тексты сказано не о ревностных свидетелях Иеговы и не в положительном ключе, а о разрушительном явлении для народа Иеговы, приходящем с севера или Вавилона, и захвате Иерусалима. А вот понимание саранчи из Откровения 9 с 1 по 11 пока что не поменялось. И это правильно. Но воспринимать это явление надо не в положительном, а в отрицательном ключе. Почему? Потому что саранча – это помощники падшей звезды, испортившихся правителей народа Иеговы, что становится ясно и значение звезды из Откровения 1.20. Ими являются старейшины и общие пионеры, верноподданные поклонники руководящего совета. Они заставляют всех свидетелей Иеговы поклоняться руководящему совету больше, чем Иегове, требуя на первое место ставить публикации руководящего совета, а не слово Иеговы – Библию. А кто им не подчиняется, что они ревностно отслеживают собрание, а общие пионеры руководства с Левитом 5.1 доносят, если что? Таких причисляют к отступникам. Что же имеем в итоге? Как и говорили в видео 4.29, нас радует то, что, несмотря на неловкость признания ошибки, в руководящем совете приняли правильное решение, разъяснив, что саранча и аиля – это символ войска с севера, с негативным смыслом, а не с позитивным. И это радует. А то, что новый свет не все исправил, может быть вызвано желанием руководящего совета найти в откровении явление всемирной проповеди, а его там нет. День Христа начинается при завершении проповеди и формировании собрания. Саранча же откровения портит народ и иговы, кроме остатка 144 тысяч. То есть, если цветить до конца, руководящему совету пришлось бы признать себя падшей звездой, что, конечно же, затруднительно для них. Но подвижки в исправлении ошибок есть. И это главный плюс в данной статье Сторожевой башни. И этому стоит радоваться. Свет истины всегда пробивает дорогу к полноте дня через маленькие проблески рассвета. На это нам указывает текст из притчи 4.18. Дорогие читатели, материал сложный. Пожалуйста, будьте внимательны. И лучше просмотрите эту информацию в текстовом варианте, проверяя ее по Библии. Ссылку на текстовый разбор этой статьи Сторожевой башни, как и всегда, дадим в описании к этому видео. А если по ходу исследования и изучения этой непростой темы у вас возникнут еще какие-либо вопросы, то вы сможете их задать в своих комментариях под видеороликом. Спасибо за внимание.